Один из трёх. 1 октября окружные депутаты изберут главу региона. Кандидатуры для назначения на должность губернатора Ненинского округа представлены Владимиром Путиным. Жильё в аренду. В Ненинском округе принят нормативный документ, в соответствии с которым формируют очереди из граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по договорам найма. 8 жителей региона награждены нагрудным знаком «Почётный донор России». Этот знак присваивается тем, кто сдал кровь не менее 40 раз и плазму крови не менее 60 раз. Подарок детворе. Компания «Медфуд» передала мэрии новую игровую площадку. Впрочем, на этом подарки не закончились. Здравствуйте, в студии Иван Никонов. Избрание губернатора Ненинского округа намечено на 1 октября. Депутатам окружного парламента предстоит выбрать одного из трёх кандидатов на пост главы региона, представленных главой государства. Владимир Путин внёс на рассмотрение законодательного собрания кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа Александра Цибульского, а также депутатов регионального собрания Андрея Ружникова и Андрея Смыченкова. Избрание губернатора Ненинского округа проводится открытым голосованием, осуществляемым в порядке установленным регламентом собрания депутатов. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов собрания депутатов округа. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По итогам уже повторного голосования избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов. На 1 октября намечено и проведение торжественной церемонии – вступление в должность избранного губернатора Ненинского округа. Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежки вырастут с 1 января на 1,7%, второй с 1 июля на 2,4%. Раньше суммы в платежках повышались раз в год. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил, что параметры повышения тарифов были заложены в прогнозе социально-экономического развития страны на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Документ был одобрен на заседании правительства еще 20 сентября. По его словам, несмотря на повышение НДС со следующего года, сохранен подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции около 4%. Единственное изменение предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа, сделать повышение на 1,7% с 1 января. Максим Орешкин акцентировал внимание на то, что рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на повышение НДС, не должен превысить 4%. В Ненецком округе утвержден порядок учета граждан, имеющих право получить арендное жилье. Нормативный документ приняли на очередном заседании администрации региона. С помощью нового порядка муниципалитеты смогут сформировать очереди из граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по договорам найма. Это могут быть муниципальные, государственные или частные многоквартирные дома, сдаваемые в аренду. Пока в регионе подобных жилых помещений, а соответственно и практики их предоставления жителям нет. Развитие в регионе рынка доступного арендного жилья необходимо для граждан, доход которых не позволяет им приобрести жилье, но при этом они не являются малоимущими, чтобы получить квартиру от государства. Благодаря принимаемой нормативной базе люди, имеющие невысокий уровень дохода, смогут улучшить свои жилищные условия. Комментируя новый нормативный документ, глава региона Александр Цибульский поручил руководству профильного ведомства приступить к поиску потенциальных инвесторов и людей, которые готовы вступить в проект на принципах государственно-частного партнерства. Мне кажется, это хорошее с точки зрения потенциальных инвестиций проект. Мы о нем много говорили, вот сейчас его уже оформили в качестве соответствующего нормативного права. Кроме этого, администрации округа утвержден порядок, в соответствии с которым муниципалитеты будут сообщать гражданам о способах формирования фонда капремонта. Речь идет об информировании собственников жилых помещений во вновь построенных многоквартирных домах. Раньше по умолчанию это делал фонд капремонта. Собственникам просто сообщали, что они должны принять соответствующие решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. Согласно утвержденному порядку, информирование проводится в случае для собственники, в соответствии со сроками не выбрали способ формирования фонда. Информацию размещают в интернете или на стендах. В Наринмаре обсудили коррупционные риски в сфере закупок. Очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло под председательством главы региона Александра Цибульского. Участники заседания обсудили коррупционные риски в сфере проведения закупок, а также качество профилактической работы в органах власти и местного самоуправления Ненинского округа. Работа по выявлению коррупционных рисков в Ненинском округе ведется по различным направлениям и на систематической основе. Одна из уязвимых сфер госзакупки. В целях снижения коррупционных рисков управлением госзаказа систематически проводится работа по централизации закупок заказчиков региона. Проверено 388 субъектов. Конфликта интересов не выявлено. В целях выявления случаев возникновения конфликта интересов в одной из сторон, которые являются лицами, замечающими должности Государственной гражданской службы в управлении, сотрудниками управления осуществляется анализ учредительных документов, в том числе выписок из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в составе учредителей, участников организаций, лиц, с которыми у сотрудников управления мог возникнуть потенциальный конфликт интересов. Постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, созданным собранием депутатов и ему подотчетным, является счетная палата Ненецкого округа. Она в процессе реализации своих полномочий осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность. В 2017-2018 годах счетной палатой проведено 7 проверок. Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, составило 8 учреждений региона. При проведении счетной палаты и контрольных мероприятий за указанный период не выявлено фактов, нарушений, в которых усматривались бы признаки коррупционных правонарушений. Коррупционные риски выявляет контрольно-ревизионный комитет. Докладчики отметили недостаток экспертного мнения по данному вопросу. Глава региона Александр Цибульский, в свою очередь, поручил специалистам комитета проработать этот механизм. Мы с вами вынуждены доверять тем коммерческим предложениям и тем компаниям, которые на нас выходят, которые, возможно, нам дают заведомо завышенные цены на производство или тех или иных работ. Поэтому это крайне важный вопрос. Лена Викторовна, вы подготовьте, пожалуйста, совместно тогда, наверное, с управлением предложение по тому, как можно было бы разработать механизм по возможному привлечению независимых экспертов. Во второй части совещания собравшиеся обсудили состояние работы по профилактике коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Ненецкого округа. По словам начальника секции противодействия коррупции Дмитрия Вавилова, профилактика осуществляется путем формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, осуществления антикоррупционной экспертизы причин коррупции. Важным моментом в антикоррупционной деятельности является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. В частности, в этом году был запущен портал по инициативе аппарата администрации, портал для размещения таких проектов от всех органов государственной власти. Он корпорирован в единый федеральный портал и на нем любой желающий может на него зайти, посмотреть, какие проекты нормативных актов сейчас разработаны. В частности, было проверено 1600 деклараций, выявлены нарушения. Так, по результатам декларационной кампании 2018 года в адрес губернатора не поступили или поступили с нарушением сроков сведения о доходах семьи депутатов. Также установлен факт непредоставления сведений о доходах на супруга депутатам одного из муниципалитетов. В отношении указанных лиц по решению в Рио губернатора Александра Цибульского проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. По словам представителей районной администрации, вопрос о нарушителях будет вынесен на ближайшую сессию. Ольга Руссул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Безымянные спасатели жизни. Список почетных доноров Ненинского округа пополнился новыми именами. Накануне состоялась торжественная церемония их награждения. Она прошла в департаменте здравоохранения. Восьми жителям региона были вручены нагрудные знаки «Почетный донор России». С героями невидимого фронта познакомилась наша съемочная группа. С радостью приходим в это отделение переливания крови и чувствуем, что действительно капелькой крови спасаем чью-то жизнь. От этого становится радость не на душе, хочется жить. Татьяна Канева – спаситель со стажем. Женщина имеет редкую группу крови, первую – отрицательную. Она помогла спасти людей не только в холодном Ненинском округе, но и в жарком Краснодаре. Говорит, что главным событием своей жизни считает день, когда была сдана первая капля. Я всегда вспоминаю свой первый день, когда я сдавала. А сдавала первый раз я солнечным летним днем в городе Краснодаре на радиозаводе. Такая была торжественная тоже обстановка. Духовой оркестр играл, солнышко светило, все в белых халатах ходили. И доктора были в белых халатах, и мы как работники тоже носили белые халаты. И как-то приравнивали даже себя к этим работникам медицинским. И, в принципе, все родные, близкие стали друг к другу, радостные такие ходили весь день. Среди восьми жителей региона, которые были награждены нагрудным знаком, почетный донор России и Борис Честнейшин. Он имеет четвертую положительную группу крови. Кстати, она самая редкая на Земле и встречается только у 7% людей. Ну, захотелось, наверное, помочь кому-то. Вот и помог. Я считаю, это надо. Помогать людям. И осознавать то, что ты помогаешь. А у вас дети есть? Дети, двое, да. Двое детей. Они гордятся папой? Конечно. Почетный донор – это здорово. Напомню, что нагрудный знак «Почетный донор России» присваивается тем, кто сдал кровь не менее 40 раз и плазму крови не менее 60. Сегодня в торжественной обстановке безымянных героев поздравил начальник управления здравоохранения Андрей Апицин и заведующий отделением переливания крови Леон Миносян. Сегодня, когда обучаются вот эти знаки «Почетный донор России», я хотел бы пожелать вам, чтобы от этой процедуры вы ни капельки не теряли свое здоровье, а лишь наоборот укрепляли его. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы с каждой кроводачей, плазмодачей вы ощущали только перелив силы, перелив жизненной энергии. Представьте, сколько жизней спасены вами. Я считаю всегда, доноры наши именно на Крайнем Севере – это доноры, это солдаты невидимого фронта. По первому сигналу вы приходите, сдаете кровь, спасаете жизнь. Вы совершаете подвиг молчаливый. Каждый год список героев пополняется новыми именами. В этом году высокого звания были удостоены еще 10 жителей региона. Всего в НАУ в настоящее время 360 постоянных доноров, 157 из которых почетные. Таким гражданам предоставляется ежегодная единовременная выплата в сумме 13 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки осуществляется за счет средств федерального бюджета. На территории Ненинского округа предусматривается и пакет социальных гарантий для тех, кто желает стать донором крови. К примеру, единовременная выплата донору после каждой сдачи крови в текущем году составляет более 900 рублей. Помимо этого, активные доноры к данной сумме получают еще 1000 рублей в качестве единовременной выплаты. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Новую детскую площадку в дар горожанам передала компания «Медфуд». Небольшой компактный городок расположился во дворе жилого дома по «Ленина-41Б». Подробнее в материале Ольги Русол. Красную ленточку, опоясывающую вход на новенькую игровую площадку, вместе с представителем компании «Медфуд» перерезает девочка Саша. Эта площадка для нее и ее друзей. И несмотря на то, что официальное открытие было только сегодня, Саша с подружками уже успела оценить городок по достоинству. Мне тут все нравится. Тут можно и покачаться, и везде поползать, покататься с горки, на турниках повесеть. И тут почти все мои одноклассники гуляют, им очень тут нравится. Будущий видеоблогер Рома Ким тоже завсегдата игровых площадок этого района. Окидывая опытным взглядом и тожит хорошее место, есть все необходимое для игр с друзьями. Качели, песочницы, типичная площадка. Ну и карусели тоже иногда сливают. Это типичные площадки. Игровая детская площадка – подарок горожанам от компании «Медфуд». Это второй городок, презентованный компанией региону. Первый сейчас радует маленьких пациентов туб-диспансера. Хотелось бы отметить, я сказала, благодарность компании, которая у нас работает в округе по договору о соршинге и обеспечивании питания. Мы понимаем, что у всех предпринимателей это увеличение прибыли, но не у всех потом прибыли это делится. У данной компании хотели бы отметить все настроение системы. На сегодняшний день это была удивительная история, когда компания сама инициировала, сама сделала. Здесь просто дают горожанам. Это хорошая, интересная площадка. Добротная площадка, компактная, но со всем необходимым набором для игр и развлечений. Еще одно неоспоримое достоинство – ограждение. Отпускать детей здесь можно, не опасаясь, что они выбегут на дорогу. Мы посчитали, что двор достаточно пустой и выбрали именно это место. Впрочем, на этом подарки не заканчиваются. Сертификат на спецавтомобиль марки «УАЗ». Еще один презент от компании жителям Ненецкого округа. По своей стороне, хочу сказать, благодарность и руководству компании за прогрессивное руководство, за прогрессивное ведение бизнеса, за то, что в своей работе вы видите и в социальном направлении. Этот автомобиль отправится в один из муниципалитетов Ненецкого округа, чтобы стать на стражу пожарной безопасности. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Поправить свое здоровье жители региона теперь могут в федеральном санатории «Решма» в Ивановской области. Центр вошел в программу оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, проживающих на территории Ненецкого округа. О том, как стать пациентом одного из лучших санаториев страны, расскажет Любовь Пермякова. Медицинский центр «Решма» вошел в программу оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, проживающих на территории Ненецкого автономного округа. То есть каждый житель региона, имеющий полис обязательного медицинского страхования, а также наличие определенных медицинских показаний, может пройти бесплатное лечение в этом федеральном центре. Путь начинается от лечащего врача. То есть если есть показания для того, чтобы человек приехал к нам на медицинскую реабилитацию, а именно на медицинскую реабилитацию мы специализируемся, то человек обращается к своему лечащему врачу, и тот уже, соответственно, выписывает направляющие документы, и по согласованию с нами в определенную дату он приезжает к нам. Сотрудничество с «Решмой» и Ненецким округом в рамках программы ОМС осуществляется уже второй год. В прошлом году реабилитацию в центре прошли 97 человек. Основным направлением медицинской деятельности центра является лечение заболеваний органов кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта и медицинская реабилитация. Лечебная база у нас очень обширная, мы постоянно ее совершенствуем, поскольку мы федералы, и к нам очень пристальное внимание. Поэтому у нас есть водолечение, магнитотерапия, барокамеры. Ее перечислить все невозможно, потому что она постоянно расширяет в зависимости от различных профилей заболевания. Напомню, медицинский центр находится в средней полосе в живописном центре на берегу реки Волги, в окружении смешанных лесов. Для пациентов предусмотрены комфортабельные номера, полноценное четырехразовое питание и богатая культурно-массовая программа. Если мы берем главный корпус, то у нас все организовано для отдыха людей. То есть помимо того, что они проходят лечение, то есть у них очень обширная досуговая программа. У нас есть игровые комнаты, у нас есть спортивный зал, у нас есть замечательный киноконцертный зал. То есть у нас есть чем заняться, помимо того, что лечиться. Ну и, конечно, самое главное, зачем к нам люди едут, это за оздоровлением. Потому что, побывав у нас, человек получает иммунитет, в общем-то, на весь год. Кстати, поправить свое здоровье по этой программе в Федеральном медицинском центре могут не только взрослые, но и дети. В 2000 году коллектив санатория создал детское отделение с прекрасными медицинскими кабинетами, спортивным залом и бассейном. Отлично обученный персонал ежедневно заботится о здоровье маленьких пациентов. Современная медицинская база позволяет не только диагностировать заболевания, но и выполнять ежедневный мониторинг и полноценное лечение. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.